привет всем сегодня поработаем с чертежом хотя как-то и называть несерьезно чертеж берета потому что у меня на днях одна из зрительниц не поняла как я в прошлом году кроила какая выкройка и в общем обвинила меня в том что я дала то в чем я не разбираюсь что готовую выкройку я использовала ну ладно сейчас вот я покажу по какой выкройке и в прошлом году строила себе чертеж это когда я ходила на курсы кроя вот можно видеть здесь у меня вот восемьдесят девятый год курсы кроя и шитья окружной дом офицеров преподаватель это я видно записывала самостоятельно работа надо было у нас там типа курсовых были мы сдавали поэтому в этой тетради вот где я училась записывала все этот чертеж у меня так сейчас я возьму типа указки что-то не нахожу значит берет состоит здесь вот еще и такой рисуночек нарисованный с бантом в те годы было модным вот тут еще один берет есть состоит из трех частей это донышко это стенки берета и это околыш вот полоска ткани на которой держится хотя и без него можно шить я например у меня два берета и я прячу этот околыш практически но как-то она держит вместе но в общем не нравится поэтому я так и делаю но еще бант это нам давали еще и бант значит здесь строится донышко радиус нам отдавали 13 сантиметров я не знаю какой это расчет или на то время моды но здесь надо исходить наверное построю вот это стенку и поэтому вот это пришиваться по этой линии будет это у нас идет к колышу здесь должно быть 1 2 полуокружности головы мы измеряем как обычно окружность головы да я забыла сказать здесь одна мерка и здесь вот нам давали построение 57 здесь было окружность головы полностью околыш целый кроится это у нас идет две детали вот здесь и вот здесь шоу значит здесь в обе стороны мы откладывали по всем я не буду строить по 17 сантиметров потом на 5 сантиметров мы вниз опускались и на 5 сантиметров вправо а здесь влево и вот это стороны уже боковых деталей были по которым будет шиваться берет высота стенки 7 сантиметров но она может быть разной может меньше может больше может быть впереди выше сзади но ниже но здесь нельзя вот только к этим цифрам привязываться но и донышко с радиусом 13 сантиметров вот такое вот выкраивается строится здесь вот идет у нас построение немного другой радиус 14 здесь более высокий берет такой почти шапка а колыш точно так же 50 сантим 57 сантиметров две детали по видему тоже швы идут по бокам ну и здесь стенка вот вы видите что очень высокая в обе стороны по 20 сантиметров здесь вниз 17 и в стороны по 13 с половиной и соединяем 20 с 13 с половиной здесь вверх три с половиной сантиметра здесь четыре и вот это такие линии строим и получается стенка такая всегда надо чтобы берем вот например половину этого донышко вот вот отсюда досюда вот например вот это оно должно отвечать вот этой линии потому что мы сюда будем пришивать хотя может быть такая мода что будет больше и присобрать наверно так у поваров шьет я никогда колпаки не шила но так предполагаю потому что там присобранная вот и в общем по ровному здесь ни в коем случае нельзя потому что это даже шапку я шила кубанку и все равно расклешала вот тут так сказать расширяла в верхней части потому что совсем не будет ну это будет колпак колпаком но я уверена что и у поваров он более комфортный будет и красивее смотреться в общем вот эта линия это у нас идет одна вторая окружности головы ну я думаю еще остановите посмотрите здесь все цифры указаны как строить у кого-то меньше значит чуть-чуть сейчас я перейду к выкройке вот я строила я смотрю в прошлом году я уже не помню ну вот я строила здесь я складывала в 2 2 слоя чтобы не строить по кругу вот так вдвое сложила и радиусом 13 сантиметров я построила но потом когда у меня вот донышко вот такое то есть донышко стенки и когда я проверила вот эту величину и эту по видему здесь было меньше и я буквально там 4 миллиметра круговую прибавила вот такое такие стенки еще я вот объясняла я конечно не могу можно еще не строить а можно вот по окружности головы это у меня вот эта полоска так как и я написала в комментарии но дама не поняла вот что я ее в заблуждение ввожу это точно так же как вот это только по ровному и вот я объяснила что можно взять такую полоску ткани которая по длине соответствует одной второй окружности головы а ширина высота или ширина выбираете по желанию может быть пять сантиметров это я сложила так чтобы в одинаково по ровному так это и вот я объяснила что разрезать не до конца как мы воланы делаем вот и вот так раздвинуть одинаково вот смотрите она тоже самое выйдет тоже самое вот вы видите да здесь построение было а здесь вот этот здесь можно раздвигать побольше вот так побольше я тогда говорила что можно раздвигать такой какой вы хотите будет такой мушкетерский как я говорила аэропорт вот как грузинские кепки огромная донышко поэтому здесь немножечко может быть а может и больше в зависимости от желания в зависимости от моды здесь получается два шва вот на стенке можно выкрыть с одним швом и он будет сзади но расход ткани будет большой вот смотрите я обвела здесь сделала как бы сгиб да и вот смотрите повторяет эту деталь вы посмотрите какой это кусок ткани надо хотя вот здесь можно донышко выкрыть тоже как хотите можете выкраивать с одним швом и пустить его сзади обычно когда два шва они по бокам чтобы впереди не было шва они по бокам теперь я неделю где-то назад я кроила себе новый этот берет и мне захотелось его больше сделать я обвела вот эту деталь разрезала вот в трех местах и раздвинула соответственно я увеличила донышко так как у меня было из кусочков ткани я выкраивала вот одну четвертую этого взяла но тут я чуть-чуть видно и уменьшила уже не помню вот тут я рисовала вот я прибавляла на этой стороне вот у меня идут эти линии построения и вот я увеличила было на один сантиметр но потом перемерем там видно не совпадение было поэтому я срезала половину осталось где-то 050 405 расширение чтобы соответствовало вот именно вот этой линии пришива эта линия у нас остается объем головы у нас не меняется поэтому она остается такой вот ну в общем ничего сложного тут нету и можно кроить можно и больше было раздвигать все по желанию вот видите этот круг вот он не намного больше всего я по одному сантиметру круговую сделала я вначале круговую сделала один сантиметр вот прибавила а потом это ну в общем потом на это раздвигала и думала вот как я буду шить ну и в общем вот у меня этот берет прошлогодний который кроился и у меня видео есть вот вот тут я и подписала берет из мокрой шиншиллы я кроила вот это по этой выкройке вот это и и где на моя боковушка вот околышек у меня идет с бархата вот я когда так ношу когда с околышком когда без околышка вот у меня проходят эти боковые швы вот и вот что здесь их не видно вот это по этой выкройке в этом году я у меня синие полупальто у меня куски оставались и выкроить донышко мне не из чего было поэтому я выкроила вот из четырех в общем я с кусочков краила здесь еще собиралась пуговку обтянуть но не знаю может и сделаю может посмотрю и у меня подкладка точно так же как и на пальто с той же ткани и тоже мне не с чего было поэтому и здесь точно так же я из четырех кусочков скроила и околышек такой сделала этот берет мне нравится когда я ношу с околышком так вот на бок я его направляю здесь эти такие заломы делаю и вот сегодня это я буквально украсила этой брошью когда-то мы так и носили восьмидесятые годы цепляли броши бантики обязательно берет был с этим декорированный чем-то бантом или брошью но вот посмотрю это и этот винтажное украшение яблон x можно сказать винтажное потому что она куплена в семидесятые годы поэтому уже время прошло почти сорок лет можно относить винтажному ну вот так поговорили о беретах ничего сложного нету можно сшить их с любых тканей вот если вы хотите чтобы форму держал значит более плотные или садим на флюзелины дублерин и если такой мягкий что был здесь они ничего не на какой не дублерин ничего не использовала здесь я конечная заставка будет на этот берет как я его шила здесь у меня идет утеплитель это зимний вариант у меня и он вот так держит форму здесь не не надо этого я хотела чтоб форма была более мягкая вот эти швы вот вот идет это у меня идут боковые швы сбоку вот и этот идет ну в общем вот так когда я одеваю на бок так опускаю вообще-то эта сторона у меня что-то брошка и так на на ухо на левое а здесь вверху вот ровненько смотрит этот бук эта сторона а здесь более такая приминаю ее и на бок укладываю ну в общем вот а вот так я ношу его где-то нет а почему это получается сбоку то что-то я и мерял аж на себя ну правильно а я не той же стороной вот так же я вот эта сторона опускается а это вверх растерялась потому что в зеркальном отражении у меня ну в общем все пока пока шейте береты они всегда мне кажется в моде береты только форма немного меняется то большие береты как были это были восьмидесятые годы большие бы были береты такие вот донышко такие огромные были ну и в общем из сукна очень хорошо из дра пошить ну из пальтовых ткань любых и из бархата но можно из вот из меха как я вот шила формы может любые быть но как я вот сказала вот донышко тоже может быть впереди вот повыше или сбоку повыше на одном боку другой бок пониже донышко но уже так мы сами решаем какой мы шьем себе берет но еще раз я показываю spiritual учу Bob см др что это до Продолжение следует...